здравствуйте друзья это Elite Dangerous и добро пожаловать сегодня мы попробуем попробуем все орудия поставить мне кто-то советовал в комментариях писали когда испытывал это дело на фергаланте и сказали попробовать на тоне соответственно я ничего не буду там улучшать и инженеров но специально ради эксперимента куда-то лететь что-то улучшать чтоб потом это продать ну как бы тратить материалы это не за чем тем более орудиями я обычно и не пользуюсь поэтому ставим все из магазина наверное сделаю фиксированное все потому что у Путона улучшенный маневровый двигатель он вроде бы поворачивает получше чем стоковый и попробуем таким образом повоевать хотя вот внизу орудия наверное не очень удачное расположение слота так вот все равно так готово по энергии очень много в запасе остается это из-за того что я тут летал возил рабиго рабов в общем бесполезное занятие это получается где-то за час моего времени 7 миллионов ну не знаю геморрой так так ставим нет шип вот есть шип мы его продажим сразу так вот сюда ставим шип шип а банку считаем Так, а сколько здесь банок, четыре штуки, ну еще банку щита поставим, вроде по энергии хватает. Так, две банки, тут левозаборник есть, ну а сюда брони какой-нибудь навешаю, ну эти усилители, давай для модуля наверно, и сюда усилитель для модуля, топливозаборник, груз, сканер, но все равно потом летать на нем буду, так что поставлю сканер сюда. Так, ну вроде все наверное, ничего тут больше не надо, сейчас еще посмотрим, обязательно что здесь, вот сюда броню воткнем, вот реактивная поверхность, нифига 117 миллионов воткнем сейчас с ней. Так, готово, силовая улучшена, маневровая улучшена, это чистая донастройка, рамочно-сместительная, это у бабушки я делал, распределитель питания, вот не помню, по моему на быструю зарядку, а на питание орудия. так, ну и все, сенсор и все остальное без лечения. Ну что ж, вроде все, вот это еще не посмотрел, что здесь, два усилителя, теплот, три фольга. фольга, не знаю, нужна ли она, ладно, раз стоит, пусть тогда и будет. сейчас поднастроим эти агниевые группы, так, вместо фольги можно наверно лучше в этот сканер преступников наверно воткнуть. не знаю, ну я тут в принципе не баунти, хоть и не занимаюсь, так что не будем еще менять. ну и все. так, сейчас назначу сразу планету, как обычно летим, ну потому что я тут посмотрел, рядом с нашей системой нету наиболее подходящих, так что я именно не летал по каждой, может и есть, ну вот мне сюда уже удобнее, да и искать не надо. так, и вылетаем. прыжок 20 лет, ну, 19.55 получается. уже давно уже на питоне не летал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как-нибудь проверю, может быть. Так, тут совсем на краешке, я вот не помню, здесь ледяной этот пояс или металл, вот я в серединке хочу, вот я тут возьму. Я просто помню, как ты тоже ролик снимал, там очень долго я врагов искал, а вот в серединке там побольше врагов. Так, вот выходим из круиза. Ну вот мы на месте, выпускаем наше орудие. Вот сразу у нас здесь есть кораблик, жертва первая, 7 километров. Не, их три штуки, я сфиксированными, наверное, не разберусь с тремя ребятами-то, рисковать не охота. Что-то вот я выключил цели, больше никто в цель не берется. И вот видно, то есть по мошке прицела, да, что как расположены орудия, как они будут, ну, фактически лететь. Вот это нижнее, оно не в тему, как бы, если так выцеливать, ну, в горизонтальной плоскости корабль, да, то есть относительно корабля противника свой корабль держать в одной плоскости, то более-менее удобно, но нижнее ядро всегда будет промахиваться. Вот это точно враг, нас сканирует. Ну что ж, попробуем шмальнуть. Не могу вот я навести с ними вот чётенько, чтоб было. Три на пас, и я ему щит снял с орудиями, это без улучшения, без каких-либо. Это пять орудий получается, но тут ещё важно, чтобы попасть ко мне, я не попадаю ни сюда. Так, щит он меня сбил, я только зря баночки использовал. Ну, попробуем ещё кого-нибудь. Так, тут их трое, две кобры, нет, на них не буду я прыгать. Вот клипер есть, он крупный корабль, в него целиться будет проще. Он меня сканировал как раз, но мы без щита, давай щит накопим. И вот в капоситор у меня не было пивок поставлен, то есть, совсем ничего они жрут, как бы эти орудия. подождём сейчас пока щит накопим. Надо было сканер приступника взять, бабосов побольше было. Странно, я вроде все пивки на щит перевёл, а вроде как не быстрее он заряжается. Так, клипер он от нас улетает. Давай поддадим маленькой скорости. У нас как раз зарядится щит, вот, я банку использую. Ну, а банка-то чё не съелся? А, съелся банка. Блин, а я ещё и вторую использовал. Надо было одно отключить. Ладно, чё с ним. На пару корабликов всё хватит. Напоминаю, что я не занимаюсь баунти-хантингом, а в этом видео просто по фану поражать. Готово. И вот, то есть, одну полоску со щита он мне снял уже. Так, вот у этого уже у него размотали щит. Ладно, пусть летает. Вот ещё клиперёк, давай попробуем. Не надо переключить, вот так на щит и всё. Ну, тоже в розыске клипер. А вот если я, не, он маневрирует, мы вот так не попадём никогда. Вот так, вот-оп, попал. Дет Иgest forum ... ... ... ... ... Блин, что-то размотала бы с фотосистами. Готов. В принципе, можно воевать, но боезапас маленький, а так очень эффективно и, кстати, по щитам тоже неплохо работает. Вон, Кобра кого-то бьет. Вот, клиперок еще один, давайте попробуем. Вот он далеко там. Боже ски. И вот так, если сдалека. Оп. Попали, да? Вот он у нас сразу заходит. В смысле, по-моему, как-то мне проще было отселиться, чем жойстик. Готово. Так, баночку щита заточим. Требет уничтожен. Варенье. Температура критика. Под атакой. Теплот. На весь щит почти, ну, почти практически на весь щит банки хватает. А я в тот разок сразу две использовал. Давай попробуем культуру, что выйдет. Ну, против мелких кораблей, по-моему, вообще не варианта. Должна быть дистанция маленькая. Он маневренный очень. Я даже по нему в спокойном состоянии попадаю. То есть он траекторию меняет и все, не вариант вообще. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну-ка. Вот он бочка идет. И маневрирует. По нему практически нереально попасть. Лазером-то проще, а не жгут. А тут еще есть как бы время, за какое снаряд долетает. В ближнем бою я согласен, это клевая штука. Но издалека им бить, хрен знает. Но может для очень крутых специалистов, кто на фиксированном хорошо работает оружие. Ну да. Ну и конечно же для ПВП я думаю это клевая штука. То есть щиты сбивает очень неплохо. Готово. Гультуру все-таки загмобили. Так, ну давай вот этого попробуем парня. Он в крыле. Не, не буду я с крылом связываться. вот тут есть у нас клепперёк давай клепперёк тоже в крыле ладно черт так, готов один и АСП там ещё Время. Теклассы. Время. 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 Как он так быстро развернулся. Манёвровал. Как муха летает вокруг него. Я ничего сделать таки не могу. Всё готов. Так. Ну что ж. Давайте вернёмся. Сейчас повеселимся. Поставим дробовички. У меня два есть. Они уже улучшены. У инженеров. Они на карданных подвесах. Так. Карту. Возвращаемся в шнурарту. Возвращаемся. Наверняка. И снова. Возвращаемся. Возвращаемся в шнурарном. Возвращаемся в шнурарке. куда прыгать то есть нужно не именно не просто центрироваться чтобы вектор скорости был в этом направлении то есть я сейчас трассером работал но что корабль летел в сторону нища своего ну как бы смотрите с кабинета вниз и бустовал то есть у меня корабль относительно своей оси летел по диагонали вновь вперед и вниз а нос был направлен на но на цель до нас он рад и вот с этим обновлением сделали вот у нас из голограммы этой станции то есть чтобы заходить на нее было удобно когда допустим как рабанга возишь разворачиваю корабль она разворачивается если что на голограмме не показывается как она вращается вокруг своей оси продольный если вот так у меня заходить стороны и она развернется ко мне входом и когда я из круиза выйду она будет как раз но шлюзом направлено к моему кораблю и таким образом если везешь контрабанду очень удобно проскакивать мимо кораблей но вот этой охранной системы чтобы не просканировали только корабль и вот так примерно выравниваешь все она сейчас передам к нам ну не передам а тем местом где ваш челюсть находится раньше я был убежден что всегда слюзом танк располагается к планете здесь видите что она немножко под углом то есть не на саму планету смотрит а вот и под углом маленько если так красиво да мы почти ровно вот немножко у него смещает почти ровно заходят так ускоримся что-то долго ползем да вот почти ровно мы выскочили из круиза и когда будет меньше семь с половиной километров берем запрос на скаковку и шасси до входа а то я один раз внутри бустану ну и обошлось наша вот там восемнадцатая площадка нам что-то затормозила графика так готово в ангар и посмотрим что мы там заработали два или четыре миллиона я думаю лимонов пятница срубили как бы это скорее всего но замечательно я разбогател так это у нас все я понимаю вот это именно модули у нас идут да повреждены целостность корабля это что такое это иметь ввиду ну целостность корпуса которое никакого отношения к самим модулем не имеет или что это за хрень какая но я ее тоже всегда ремонтирую так припасы баночки наши перезарядим ну и заправим топливо идем теперь движение меняем наши орудия на грабаши я вот не знаю хочется конечно поставить улучшенные грабаши но они карданные для эксперимента конечно лучше ставить фиксированные хотя в принципе я буду все равно стрелять то по точке без фиксирована так ладно ставим драмаж это у нас размер вот фиксированный у него урона почти на тысячи процентов больше в секунду вот дальность ближе до скорость выстрела но это имеется ввиду что снаряд вот этой дроби вот эта дробь она медленнее ядра летит которая из орудия выходит скорострельность чаще стреляет размер боекомплекта три выстрела орудия 6 бронеборность хуже ну грубо говоря дробовик так и набираем дробовики вместо оружия наверное все таки я поставлю два вот этих дробовичка или я вот хотел посмотреть у меня может и третий дробовики лучше ну кому глянем вот здесь и золотого орудия нет третьих нет я не делал очень хотелось полетать на вольтуре с дробашами лучше но прикольно было бы так ладно ставим далее тоже что я никогда внимания не обращал что они вот так вот выглядит интересно ставим сюда тоже залповая аудио фиксированная оп ну я думаю какая-то там анимация будет еще на вот так на дно вот так на дно у нас третий дробаш ну как-то не очень впечатляюще смотрится и зачем вот эти вот четыре штуки что такое типа пять стволов хотя ствол вроде это вот посередине что это такое непонятно может охлаждение какое-нибудь его так так и два средних тоже ставим фиксированный а вот эти уже по-другому это вот эти три ц а вот второго размера они уже два а идут хотя все не фиксированы так так ставим вот наш корабль значит оборудован и выходим поставлю я все-таки наверно этот сканер присутствует или ну его нафиг так и летим опять туда же хорошо что на этот раз один прыжок можно было уже давно метку допустить чтобы не ладить как-то раз так так Продолжение следует... Ух ты... Звукнулись... Интересно, а щиты хоть бухны? С буста даже не покоцал щит, странно... То есть обычный щит это не призма... Еще есть такое наблюдение... Вот я тут притал в мультикрю на корвете... У меня там стоят... Ну стояли пучковые лазеры... А в этих... В огромных стояли у меня пулеметы... Сейчас вроде бы там я пульсирующий поставил... Они вроде как щит получше сносят... И у них... Вот это... Как это называется... Колебания поменьше... Ну или мне так кажется... Что на пучковых это больше заметно... Вот... То есть когда к вам присоединяются... Ну и другие игроки... В экипаж... Вот... Начинают тупить... То есть... Получается... Ты когда в экипаж присоединяешься... Это... Табличка на пол экрана... Что... Ну какое оборудование есть на корабле... То есть... Есть ли там турели... Или... Файтеры... Сколько... Это все можно посмотреть... То есть... Они это видят... Узнают, что... Здесь только файтеры... Здесь нету турелей... То есть наводчикам тут ловить нечего на этом корабле... И начинают... Перенастраивать... Вот в этих... В огневых группах... Ну... Ставить... Назначать... Короче... Какие-то действия... Вот мне один раз назначили... Банки счета... И теплоотводы... Назначили... Я стреляю... И думаю... У меня банки счета пошли в расход... Теплоотводы куда-то полетели... Непонятно... Думаю... Что такое происходит... Но... То есть... Очень плохо, что разработчики не выдумали... Чтобы... Сам... Ну как бы... Владелец корабля... Указывал... Какие... Роли могут занимать... То есть... Другие игроки на его корабле... То есть... Я не хочу, чтобы он наводчиком был... Я отключил эту возможность... И все... У него становится возможность... Только занимать роль... Ну... На Файтера летать... Это бы решило много проблем... Ну... Или решило бы много проблем... Если бы все люди... Эээ... Говорили на русском языке... Сразу по-русски... Сказал... Чтоб понятно было человеку... И все... Ну... Либо... Если бы я знал английский... Ну... Конечно... Все скажут... Что... Давай-ка учи английский... Ну... Как-то... Время уже ушло... Да и ни к чему нет... Так... Нужно выбрать нам же... Место добычи ресурсов... Не это... Вот... Которая близь... Да... Вот так... А... Но все равно... Подлетим... Я выберу то... То... Что посерединке там было... Оно где-то рядом с этим... Должно быть... И вот она... А так... Мультикрю... Очень весело летать... Да и плюс еще... Ну... Если... Корвет... Допустим... Либо... Катер... Ну... Или другие корабли... На которых... Можно брать дополнительных двух человек... Это плюс... Две пикки в компаситор... Ну... Очень клево... То есть... У тебя полностью всегда включен щит... И полностью орудие... Ну... А двигатель там... Не так критично... Я имею в виду... Когда ты... Как бы... Играешь на большом корабле... То есть... Там скорость не важна... В основном... Ну... Танкую с... Харей... Еще могли бы тоже сделать... Какое-нибудь... Ну... Лобби... Чтобы... Ты лобби открыл... И... Выбрал себе... На какой корабль... И в какой роли ты хочешь играть... Было бы гораздо удобнее... Так... Тут все выставлено... Открываем оружие... И еще... Кораблик... Пока что у нас только вайпер... И... Давай посканируем... Может с него данные дадут... Ничего не дали... Так... Ну... Туда... Пролетимся... Там вроде у нас... На радаре что-то есть... Устанем... Маленько... А... Это у него крылья... Еще просто два... Еще... Во... Креперек... Креперек... Так... переведу я на оружие... И на щит... Да... Вот так дела... Подлетим поближе... Чтобы четенько было... И вот так... Маленько... Щита нет... И он от нас уходит... Страва... Поближе нужно... Потому что они... Плохо работают издалека... И вот так... С рубашами поинтереснее... Но... Дистанция меньше должна быть... И... Когда вот он... Сейчас взорвался... Я заметил... Что щит... Вроде как не сбит... У него вот эти колечки были... Чуть-чуть... Ну... Внутреннее кольцо... Вот... Которое... Было чуть-чуть синеньким... То есть... Видимо... Дробашей... Еще сквозь щит... Как-то работает... Ну... Давай... Вот... Что это у нас... Подлетит... Ну... Там уже замес какой-то... Элитный... Вот еще интересно... Как мультикрю... Ну... Производится спавном... Этих... Противников... Если допустим... В экипаже... У тебя будет сидеть... Два элитных кэпа... Да... Игрока... А... Ты новичок... В этом случае... Что будет? Спавнится будут... Элитные противники... Или... Новички... Вот... Мы подлетели... На расстояние... С которого... Можно нам уже палить... И... Вот... Считание... Так... Перезаряжает... Вот это... Помощнее... По броне... Поэтому... Мы так легко... Не можем... Эти... Как они... Называется... У добыл клипер... Они из фольги... Сделаны... Они из бумаги... Но... Их попроще... С таким оружием... А вот... Военные кораблики... С ними уже... Попрознение... Какие себе... Он... 不會... Сюда... Но... Он... 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 Так, тоже банку съем, и теплотвод одновременно промазал, на него там еще кто-то напал. Вот он бронированный, уже все, совсем не тот эффект, леперек-то быстро загвалили. Вот, то есть большое расстояние, все, уже разлет дроби идет, и особо там никуда не попадешь. Так, убили. Ну вот на клипер мне понравилось, а вот с этим дропшипом, или что это было, уже поинтереснее. Тут только дробовиками не разберешься. Ну давай еще кого-нибудь попробуем. Вот Ферделанс, он очень маневренный, и скорость у него неплохая. Значит, баночку следим, теплотводик. Требетка критика. Требетка критика. Требетка, тщательно. Стоит. То есть 2 километров это у него максимальная дальность. Не большая вещь. Так, 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 так. Надо на них только все строить. Перезаряжается. И он в банк улетает. Вот чуть-чуть попадаю, то есть издалека уже все не то. В этом отношении орудия вроде как получше. Он стукнулся, а бастероид бил сам себе щит. Стоит. Отклик. Скажет. Стоит не дым. Стоит. Продолжение следует... Стоит. Продолжение следует... В общем, тремя и животное... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольненько... С близкого расстояния, конечно, хорошо... И по неповоротливым кораблям... То есть против анаконды, может быть, это было бы актуально... Но тоже, анаконде на питоневый лоб-то не пойдешь... Но если дробовики эти улучшить, допустим, на двойной выстрел... Или на... Как это? На скорострельность будет круче... Ну что, друзья, эксперимент закончен... Спасибо за просмотр... И мы увидимся в следующих видео... Всем пока!